Он является победителем боёв на голых кулаках и призёром всероссийских соревнований по тайскому боксу. Отморозок Денис Пелепчук. Рефери Иван Трончук. Руки пожали, команда с лучшими нарушаем по углам. Готов? Готов. Первый раунд, стой! Бой! Юрий Ермоленко против Дениса отморозка Пелепчука. Денис, насколько я понимаю, это боец из жёлтого угла. У него перчатки с жёлтым тейпом. Соответственно, его оппонец Юрий Ермоленко, боец из красного угла. Юрий Ермоленко очень известен в кругах ММА. Такой достаточно крепкий, плотный средняк, я бы сказал так. Он может любого человека выиграть и любому человеку проиграть. Вот. И Денис отморозок, который зарекомендовал себя как жёсткий рубака во всех турнирах, где он участвовал. Посмотрим, что же сейчас окажется сильнее. Ну, я думаю, что парни начали без разведки. Это видно. Уже есть попадание. Выбивающий лоу-кик такой проводит сейчас Юрий. Есть акцентированное попадание. Во всяком случае, левый глаз у отморозка уже несёт на себе эти следы. Я думаю, что это случилось прямо с самого первого удара, наверное, который попал Юрий по отморозку. Он даже как-то так не успел даже войти в раж, я бы сказал. Вот. Такие 85 килограмм плотные ребята. Уже есть и удар у них. Как два быка сталкиваются они в каждом размене. Отморозок пытается нанести удар пожёстче, попольнее. Но Ермоленко всё видит и достаточно удачно контратакует. Подзадышал, на самом деле, отморозок. Что-то странное происходит. Ну, я думаю, это следствие попаданий, чётких акцентированных. И на самом деле отморозок, вот обратите внимание, не особо балует каким-то разнообразием. Левый мидл. Попытки нанести жёсткий удар либо справа, либо слева. Сруб. Ну и, собственно, контратаки Ермоленко, которые доцелят охот. Сруб. Сруб. Так, заканчивал лоукипер. Левый корпус заходит как на ура. Он залетает. Мы тут другу, я люблю. А поэтому остановился. Смотри, брат, любая така с рук заканчивается. Давай! 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 Это футболка. Это футболка, ребят. Моя футболка. Это футболка, брат. Это футболка, брат. Это футболка, брат. Спасибо, во время. Включаются ребята во второй раунд. Активными разменами. Футболка. 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 Удары ногами от одного от второго. Юрий меняет стойки, пытается нащупать, нащупать комбинацию, которые сейчас проводить, но что-то опять происходит непонятное в рейдже. Странные размены, удары ногами Хороший оверхэм через руку Очень сильно заряжается Денис от Морозок Еще раз повторюсь, что его удары ногами очень сильно видны даже мне Опять же под опорную ногу пробивает сейчас Юрий Хороший размен, но успеха он, как правило, не оказал Опять двойка от Юрия, еще двойка Колено хорошо, кстати, сейчас заходил за спину Было бы это ММА, я думаю, был бы точный бросок в исполнении Юрия От Морозок не может найти какую-то свою дистанцию Пытается, пытается, очень тяжело дышит, но очень много пропускает Также, кстати, Юрий славится своим держаком Вроде досрочно он проигрывал крайне мало А вроде бы вообще нокаутом не проигрывал, насколько я буду вспоминать По арпометрии Рост 182 у Юрия, 180 у от Морозка Размах рук на 5 сантиметров у Юрия больше, чем у от Морозка Но я думаю, что антропометрические данные, это не ключевые в этом бою Мне кажется, что понемногу, понемногу, но выцарапывает преимущество Юрия Ермоленко Да, сражается, конечно же, от Морозок Конечно же, надеется на попадание, на четкие попадания Но вот как-то, как-то не очень верится в то, что от Морозка удастся что-то сделать в этом бою Вырви третий раунд Внимые удары Это что ты сталкиваешь? Денчик, как проще говорю Денчик, этот раунд весь при Просто при, руками ногами, коленами Все, просто бери на него, бери на него Денчик, и думай Примые, короткие, опор И начинай с ноги Зачем ты снова начинаешь? Зачем ты снова начинаешь? Зачем ты снова начинаешь? Поджимай его, тянь, заваля Поджимай, начинай с ноги Двое, двое Две, полторы, минута Потом по двадцать Сторок, двадцать Третье раунд, бойцы Ну дайте нам следующее Ой, как включается в третий раунд, ребята Как называется, на все деньги Ну а вот здесь Юрий Ермоленков выглядит более мастеровитой У него более отточенная техника, на мой взгляд Спокойно, он спокойно себя ведет Не, как говорится, события не разгоняет И не попадает в кураж Не суетится Да, да, да У него мало брака в техническом исполнении Да, попал в глаз Вот как раз и маленькие недочеты ММА перчаток Хотя я их очень сильно люблю Продолжается бой Третий раунд Я думаю, если Адморозов сейчас не нанесет хотя бы нокдаун То бой ему вытянуть не получится Хотя он сейчас ярко врубился в это Провалил Вот обратите внимание, да, Адморозов бьет по каким-то нестандартным, непривычным траекториям Под него очень сложно подделаться, подстроиться Он даже бросает, как бы, обманывающие такие маневры Он закинул двойку, чтобы просто ударить ногой Он знал, что она не долетит Вот как сейчас Ой, хороший хайкик Жалко вскользь Ой-ой-ой, есть пробитие Корпус очень сильно сработал Я думаю, что Адморозов почувствовал этот удар Ой-ой-ой Отперхот заходит Юра как будто только разогнался Я объясню, чем это сейчас обосновать, как вы сказали Он выступает в ММА У него почти 90% полных боев, 15-минутных И для него, мне кажется, 6 минут это детский лепет должен быть Это разогрев Да, поэтому он сейчас включился Видите, как он работает сейчас, хорошо движет Уже даже обманка в стиле Мэйвейзера Как будто же я его предупредил, говорит, не надо так обманывать Но хочу сказать, не заметить, что Адморозов очень плотно работает по корпусу Хороший мидл у него с левой ноги И даже видно, что отбит достаточно сильно корпус Ну и конец боя Играет музыка Играет музыка В этом, не скажу, что ярком бою, но все-таки это был бой, победу одержал Юрий Ермоленко! Денис! Не могу тебя поздравить, но я что-то другого совершенно Денису ожидал увидеть, потому что скорости явно не хватало, какая-то была замедленная скорость, я говорю тебе сугубо мое мнение, я думаю, что оно и профессиональное, так как у меня есть опыт, вот, что случилось с тобой? Да ничего не случилось, давно не выступал, с этого все сказалось, больше ничего сказать. Всем спасибо, кто приехал, к Крыму привет, всем пацанам спасибо, наружу, подготовку тоже спасибо, вот, всем, кто в моем углу. Я вижу, снимите этого парня, он сразу пришел к нам. Я тебе скажу, давай, готовься, и скорость, скорость обязательно должна быть, понял? У тебя хороший удар, но скорости не хватало. Юр, я поздравляю тебя, да, но ожидал тоже от тебя другого, вы чуть-чуть могли бы порубиться, да, ты технически, наверное, сделал правильно, но рейдж, это немножко другая арена. Можно было порубиться, у Дэна крепкая голова. Я чувствовал, как я попадал, прям нормально попадал, я офигу. Но не продолжал? Ну, блин, я видел его бои, знаешь, из-под жопы правый, я сам таким часто орудую, поэтому продолжать тут не очень удобно было, можно было бы кинуть и попасться. Ладно, но я хочу сказать, что если ты хочешь, чтобы толпа скандировала твое имя, бои должны быть другие, поэтому давай, готовься, я все равно тебя поздравляю. Хочу сказать спасибо команде своей, которая помогала мне готовиться к этому бою, ко всем остальным боям, своему залу партизан, своим пацанам, Женя, два брата, Саня, кикбоксеры, которые помогали мне готовиться к данному бою, Леха Галина, Рома, Владимир Владимирович, Антон Петрович, Алексей Алексеевич. Всем спасибо, кто помог мне сюда доехать, помог мне подготовиться, помогает готовиться, помогает мне в каких-то там жизненных ситуациях. Привет своей жене, маме, кошке своей, пацанам со второго и первого этажа, которые сейчас меня смотрят. Пацаны, привет вам, мальчики и девочки. Всем спасибо, ждите меня в понедельник. Надеюсь, никого не забыл.